Одеяло с автомобилями – один из самых крупных, необычных и заметных экспонатов выставки «Границы непонимания» в доме Сироткина. Автор панно – 23-летний Антон Мурусов. Несмотря на свой диагноз – расстройство аутистического спектра, он закончил колледж по специальности малярштукатур, но реализоваться смог в творчестве. Америку, Японию и Европу рисовал из интернета. Первоначально я из всех машин вообще, хоть передний привод, задний привод или полный привод, я в детстве собирал эти журналы, есть такие автомобильные, которые водители читают. Антон изображает на бумаге исключительно машины. За год он создал около 200 различных рисунков. Было решено выставить их на всеобщее обозрение, но в необычном формате. Одеяло Антон изготовил сам, вырезал детали и сшивал воедино. На это одеяло ушло три месяца у нас. Сейчас он будет делать быстрее за месяц. И продает их? Уже, да. Он три покрывала продал. Среди вот рисунки мы попытались воплотить в какой-то, как это сказать, бытовой прикладной характер, чтобы был. В доме Сироткина, филиале Нижегородского государственного художественного музея, представлено более 70 работ художников и скульпторов с нарушениями психического здоровья. Выставка была организована при поддержке проекта 800 добрых дел. Особенность этой экспозиции – буйство красок, смешение различных техник и тем, смелость в самовыражении. Неудивительно, что выставка привлекла сотни посетителей. Выставка называется «Граница непонимания». И этим названием мы хотим подчеркнуть, что нужно оценивать по каким-то художественным критериям, эстетическим критериям. Не потому, что люди какие-то особенные, а потому, что их работы интересные, яркие, талантливые, насыщенные. И каждый найдет для себя обязательно что-то приятное. Открытие необычной выставки приурочено к 20-летию создания Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности». Эти специалисты помогают людям с нарушениями психического здоровья реализовывать себя и интегрироваться в общество. Болезни психиатрические называют невидимыми болезнями. Вы никогда не поймете, что у человека психическое расстройство какое-то, пока у него не случится обострение. Наша задача, в том числе общественной организации, увеличить этот срок ремиссии. Шизофрения на сегодняшний день не лечится. Но мы все в глубине души верим, что пройдет какое-то время, мы научимся лечить эту болезнь и избавимся от нее. У Михаила Костина на выставке представлено несколько работ. Например, изображение белокаменного храма, выполненное маслом по картону. Автор отмечает, для него важно не только создавать картины, но и делиться творчеством со зрителями. У меня были еще две выставки в Кремле и на Покровке. Что главное человеку творческому? Ни деньги, ни дачи, ему главное нужность. Вот. И я думаю, это первый шажок на моем пути. Пути к чему? К творческому, к совершенству. У меня кабинет, он же не только там для приема, для психотерапии индивидуальной, но это же кабинет для творчества, где мы рисуем. И поэтому все атрибуты этого творчества, они, их сразу видно. Картины на стенах также висят, краски. И это невозможно не заметить. Они, конечно, это видят, реагируют и говорят, а я там рисую. Это единственный ресурс его через творчество. Или когда там его принимают таким, какой он есть, не шарахаются от него, не бегут, сломя голову. Для него это очень лечебно, терапевтично. Специалисты отмечают, творчество — это универсальный язык. И такие выставки, по мнению организаторов, помогут обществу быстрее и глубже понять особенных людей. Екатерина Васильева, Наталья Лисова и Алексей Калякин. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова